Салары люди тюркский народ в Китае, в Саларах. Салар, являются тюркским этническим меньшинством Китая. Согласно традиции Саларов и китайской хроники, Салары являются потомками племени Салур, принадлежащих к племени агузских тюрков западно-тюркского Каганата. Салар сам рассматривает язык Салар как тюркский язык. В языке Салар есть две большие группы диалектов, а другая ветвь в элийском автономном округе, уйгурского и казахского языков. Связана с тем, что одна ветвь в уезде Сюньхуа провинции Цинхай и провинции Ганьцу тибетских языков и китайского. Во времена династии Тан племя Салур проживала в пределах границ Китая и с тех пор проживала в приграничном регионе Цинхай и Ганьцу. Есть также Салары в северном Синьцзяне, в элийском автономном округе Казахстана. Они представляют собой патриархальное сельскохозяйственное общество и преимущественно мусульмане. Исламская легенда Согласно легенде, в Самаркандской области когда-то жили два брата Харамань и Ахман, возможно, предки нынешнего племени Саларов. Они занимали высокие места в местных исламских мечетях, что привело к преследованиям со стороны местных правителей. Два брата бежали вместе с 18 членами племени на Белом верблюде с водой, почвой и Кораном, прежде чем отправиться на восток. Группа преодолела через северный маршрут от Тянь. Шанья горных хребтов проходит в Сяугуане, проходящий через сегодняшний день Суджоуп районного, Ганчжоу район, Нинся, Кинжоу район, Ганьгу, и в конце концов остановился в нынешнем округе Сяхэ. Позже к группе присоединились еще 40 человек из Самарканда. Группа прошла южным маршрутом горных хребтов Тянь-Шанья и вошла в Цинхай. Они прибыли в нынешнее графство гидов, и 12 из них поселились там. Коран, два брата принесли на их пути в Китай по сей день до сих пор сохранились в Сюньхуа в мечети Йези. Нанкин музей отремонтировал Коран, чтобы защитить его от гниения. Династия Минуты лидеры клана Салар капитулировали перед династией Минуты около 1370 года. Главой четырех высших кланов примерно в это время был Ханьба Аюань, и правительство Минуты даровало ему должность Центуриона. Именно в это время люди его четырех кланов приняли Хань как их фамилия. Другой вождь Ханьшанба из четырех низших кланов Саларов получил такую же должность от правительства Минуты, и его кланы были теми, кто взял Ма в качестве своей фамилии. Этногенез Саларов начался с того момента, когда они присягнули династии Минуты под руководством своего лидера Ханьбао. Девять. Отцом Ханьбао был Амар, а отцом Амара был Хараман, который руководил Саларами в их путешествии из Средней Азии в Китай. В Карган-Тибетцы, которые живут рядом с Салар, в основном стали мусульманами из-за Салар. Устная традиция Саларов напоминает, что примерно в 1370 году они пришли из Самарканда в Китай. Саларам была предоставлена огромная автономия и самоуправление династии Минуты, которая дала им командование налогами, вооруженными силами и судами. Династии Минуты и Цин часто мобилизовали Саларов в свои вооруженные силы в качестве солдат. При этом правительство Минут вербовало их для службы в 17 раз, а правительство Цин — в 5 раз. Минуты и Цин poseет Минуты. Минуты и Цин часто мобилизовали с Саларов в Китай. Продолжение следует...